В период правления Петра Великого Воронеж стал одним из центральных городов государства российского. Он являлся даже столицей всей империи, ведь считалось, где царь, там и столица. В период с 1696 года по 1722 год, на протяжении 28 лет, Петр I посещал Воронеж Великий. Морским судам быть, как повелел царь, так и исполнил. Воронеже развивалось и совершенствовалось кораблестроение. Сам император принимал непосредственное участие в строительстве военного флота, который был так необходим государству российскому. Именно Воронежский край обладал всеми необходимыми условиями для судоходства. Могучие дубы и сосны, подобающие для кораблестроения, необходимые залежи железной руды. А главное, наличие глубоководной реки, имя которой Воронеж. Строит, строит корабли Великий Петр. Собирает в округе всей народ. Грянем вместе и пойдет. Строит, Ветр Великий Плот. Да, строит. Грянем вместе и пойдет. Строит, Ветр Великий Плот. Целый день с утра до темной топоры. Все стучат, стучат в округе топоры. Грянем вместе и пойдет. Строит, Ветр Великий Плот. Да, строит, Грянем вместе и пойдет. Строит, Ветр Великий Плот. И Воронеж тем, кто строил корабли, Все красавицы за круги привезли. С красотою тело живет. Будет уросли флот. Да, будет с красотою тело живет. Будет уросли флот. Петру, Ветр Великий Плот. Петру, Ветр Великий Плот. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова ПЕСНЯ Корректор А.Кулакова 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 Николай Басов и писатель Иван Бунин. Их имена внесли наш край в летопись времен. Но не только они прославляли родную землю. Картинами нашего земляка, великого русского художника Ивана Крамского, восхищаются уже на протяжении трех веков. Ими украшены залы музеев по всему миру. Наша область известна своими писателями. Здесь творили Алексей Кольцов и Иван Никитин. Самуил Маршак и Осип Мандельштадт. Иван Бунин и Андрей Платонов. Ежегодным культурным событием является самый большой в России международный платоновский фестиваль искусств. А также детский театральный фестиваль Маршак. Сила искусства магнитом притягивает гостей и зрителей фестивалей со всех уголков нашей необъятной Родины в культурную столицу Черноземья. Как писал наш земляк, поэт и прозаик Анатолий Жигулин, все дороги стекают в Воронеж. Осип Мандельштадт прославлял и воспевал наш край родной в своем поэтическом сборнике «Воронежские тетради». Я около Кольцова, как сокол закольцован, и нет ко мне гонца, и дом мой без крыльца. К ноге моей привязан сосновый синебор, как вестник без указа распахнут кругозор. В степи кочуют кочки, и все идут, идут ночлеги, ночи, ночки, как бы слепых везут. В лицо морозу я гляжу один, он никуда, я ниоткуда. И все утюжится, плоится без морщин, равнины дышащие чудо. А солнце щурится в крахмальной нищете, его прищур спокоен и утешен. Десятизначные леса почти что те, а снег хрустит в глазах, как чистый хлеб. Безгреш. Я скажу это начерно, шепотом, потому что еще не пора. Достигается потом и опытом безотчетного неба игра. И под временным небом чистилища забываем мы часто о том, что счастливое небохранилище раздвижной и прижизненный дом. О, как же я хочу, не чуем и никем, лететь во след лучу, где нет меня совсем. А ты в кругу лучись, другого счастья нет. И у звезды учись тому, что значит свет. Он только тем и луч, он только тем и свет, что шепотом могуч и лепетом согрет. И я тебе хочу сказать, что я шучу, что шепотом лучу тебя, дитя, вручу. Когда заулыбается дитя с развиленкой и горечи, и сласти, концы его улыбки не шутя уходят в океанской безвласти. Его порывы сильно хороши вокруг оно играет в славе, и радужный уже строчится шов для бесконечного познания яви. На лапы из воды поднялся материк, улитки рта наплыв, и приближение, и бьет в глаза один атлантов миг под легкий наигрыш хвалы и удивление. Эта область в темноводье хляби хлеба гроз ведро не дворянское угодье, а океанское ядро. Я люблю ее рисунок, он на Африку похож. Дайте свет прозрачных лунок, на фанере не сочтешь. Анна, росышь и гремячье, я твержу их имена, белизна снегов гагачья из вагонного окна. Я кружил в полях совхозных, полон воздуха был рот, стон с подсолнечника грозных, прямо в очи оборот. Трудодень земли знакомый, я запомнил навсегда. Воробьевского райкома не забуду никогда. Где я? Что со мной дурного? Степь беззимняя гола, эта мачеха Кольцова. Шутишь! Родина щегла. Только города немого, в гололедицу обзор, только чайника ночного, сам с собою разговор. Немучнистой бабочкой у белой в землю я заемный прах верну. Я хочу, чтоб мыслящее тело превратилось в улицу, в страну. Позвоночное, обугленное тело, сознающее свою длину. Возгласы темно-зеленой хвои с глубиной колодезной венки тянут жизнь, и небо дорогое обержись на смертные станки. Бобручи, красно-знаменной хвои, азбучные, крупные цветки. Шли товарищи последнего призыва по работе в жестких небесах. Пронесла пехота молчаливо восклицание ружей на плечах. И зенитных тысячи орудий, карих, то зрачков или голубых, шли не стройно люди, люди, люди. Кто же будет продолжать за них? От сырой простыни говорящая знать нашелся на рыб звук опас. Надвигалась картина звучащая на меня, и на всех, и на вас. Начихав на кривые убыточки с папироской смертельной в зубах офицеры последнейшей выточки на равнины зияющий пах. Было слышно жужжание низкое самолетов, сгоревших дотла. Лошадиная бритва английская адмиральские щеки скребла. Измеряй меня, край, перекраивай, чуден жар прикрепленной земли. Сохлебнулась винтовка Чапаева. Помоги, развяжи, раздели. Воронеж, город воинской славы. Линия фронта, проходившая вдоль берега реки, разделяла город на две части. 212 дней ожесточенных боев за каждый клочок земли. В газетах писали Когда-нибудь об уличных боях в Воронеже будет написано много страниц. Этот город воевал на своих площадях и улицах в течение многих месяцев. Город дрался за каждый квартал. Квартал за каждый дом. Так необходимый для победы штурмовик Ил-2 производился на Воронежском авиационном заводе. В боях за освобождение Воронежской земли от немецко-фашистских захватчиков погибло около 400 тысяч доблестных советских воинов. Многое пережил город в этот период. Многое было разрушено и утеряно безвозвратно. Но Воронеж достойно дал отпор врагу и защитил собой Москву. После военной годы одним из направлений, в которые смотрел город, было развитие конструкторского бюро. За полвека было выпущено несколько тысяч ракетных двигателей, на одном из которых 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин совершил первый полет человека в космос. Не менее успешно, чем в космической отрасли, конструкторское бюро работает и на оборону нашей страны, создавая двигатели межконтинентальных баллистических ракет и гиперзвуковых самолетов. Освоение космоса только начинается. Впереди нас ждет еще множество удивительных открытий. И Воронеж помогает человечеству прокладывать путь к звездам. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok